Цветов к памятнику народного ополчения всех времен. Так начинается День народного единства в столице. В Крыму он отмечается уже в шестой раз и сегодня в Симферополе программа насыщенная. Десятки точных ударов по раскаленному металлу. Здесь в парке Внитрынева собрались кузнецы со всей России. Более ста человек. Они приехали сюда, в Крым, чтобы побороться за звание лучшего. Искры разлетаются во все стороны. Звон металла в палатке в центре парка. Кузнецы выполняют задания чемпионата, делают кубки из железа. А это уже итог кузнечной работы. Новый арт-объект. Плод усилий трех сотен кузнецов. Особенное внимание публики привлекает вот эта огромнейшая карта России. Здесь каждый регион, как пазл, соединяется с другим. И каждый со своей изуминкой. Буквально только что здесь установили ангела, который является совершающей частью этого арт-объекта. Это солнечные часы в виде кованой карты страны. А какой масштаб этой карты? Масштаб 6 на 12. То есть 14 тонн. 14 тонн железа ушло? А сколько дней работы ушло? Или может быть недель? Ушло. Задумка была давно. Но начали мы ее делать за месяц, может быть чуть больше. Вот Крымский мост, горный хребет, а в центре полуострова – жемчужина. Видели на карте жемчужину Крыма? Да, конечно. Это я ее делал. Идея создать что-то, что может показать сразу все достопримечательности полуострова появилась у Рэйма Минаева несколько месяцев назад. Сколько ушло времени на такую работу? Три месяца. Даже больше. Около четырех месяцев. Пока я ее в голове придумал. Потом мы сделали в компьютере 3D формат. Потом ее распечатали на 3D принтере. Еле-еле сделали. Нашли ребят. А потом мы ее вылили, кажется, на карте. А эту мы заказали в Санкт-Петербурге, нам привезли оттуда. Прямо в центре толпы на площади Ленина Алена Проскурякова танцует крымско-татарскую хайтарму. Танец называется Эмир Джелял. Мне он очень нравится, потому что я считаю, что это танец, который показывает всю атмосферу, красоту, грацию, нежность крымско-татарского женского танца. На мангале ароматный шашлык, на прилавках чебуреки и драники. Это ярмарка, где можно попробовать блюда всех народов Крыма. Для детей в Гагаринском парке спортивный лабиринт и лазертак. Лазерный бой на автоматах. День народного единства отмечается в России с 2005 года. По всей стране проходят фестивали и торжества. И для крымчан этот праздник особенный. Мы с вами крымчане, авангард в данном случае, я уверен, тех патриотов, которые готовы на любой поступок ради процветания, ради развития нашей Родины. С днем народного единства!